Здравствуйте! Некоторое время назад вышел наш ролик по поводу парка Монрепо и города Выборга. Что с ним случилось, какие перипетии, какие трагедии происходили. Нас в дороге застала новость, не могу ею с вами не поделиться. Итак, решение Совета Санкт-Петербургского отделения Национального комитета организации по Монрепо. Эксперты обсудили проект реставрации парка на заседании 30 января, которая состоялась после выезда на место. Удивительно! Санкт-Петербург, 30 января 2018 года. Решение. По итогам заседания Санкт-Петербургского регионального отделения Национального комитета ИКОМОС России принято следующее решение. Признать методической ошибкой концепции реставрации парка Монрепо ориентированного на план 1804-1806 года. Игнорирование последующих периодов развития парковой композиции. Считать необходимым пересмотр существующей концепции и внесение в ландшафтную часть проекта корректив. С учетом всех периодов развития и стабильного существования композиции парка. В эпоху, когда им владели потомки фамилии Николаи. Уделить первостепенное внимание сохранению пространства и планировочной композиции центральной части парка, сформировавшейся в середине XIX века. Чуть севернее комплекса усадебного дома с флигелем. 2. Согласиться с тем, что в ходе санитарных рубок удалялись больные деревья. Но при ландшафтных рубках, вследствие реализации ошибочной концепции реставрации парка, вырубили и здоровые. 3. Отметить, что при посадках новых растений, которые закупаются в Западной Европе, будет нарушен принцип лесосеменного реонирования и не допускающий посадку растений из других мест выращивания с другими климатическими и экологическими условиями. 4. Настоятельно просить администрацию Ленинградской области приостановить санитарные и ландшафтные рубки, создать комиссию из независимых авторитетных специалистов, экспертизы в ландшафтной дендрологической части проекта и заключение о ее обоснованности по результатам работы комиссии внести коррективы в ландшафтно-дендрологическую часть проекта. 5. Специалисты, а где вы были несколько лет назад, когда вы этот проект весь согласовывали? Вносили на рассмотрение, где были дендрологи? 5. Предложить сохранить и включить в предметы охраны ансамбля Монрепо в качестве мемориального объекта пень от спиленной мемориальной сосны у храма Нептуна, описанной в поэме Николаи имение Монрепо в Финляндии 1804 год, которую следовало сохранить даже в мертвом виде. 6. Выразить несогласие с выводами государственной историко-культурной экспертизы, приведенной фамилии, о методическом соответствии принятых решений по восстановлению исторического облика парка на начало 19 века и восстановлению исторических объемно-пространственных габаритов и облика отдельных зданий безотносительных к их подлинности. 7. Настаивать на сохранении подлинности входящих в состав ансамбля зданий и сооружений, соответственно, 17 и 19 веков, в том числе их материалов, конструкций и архитектурных элементов с использованием передовых методов и международного опыта консервации и борьбы с биологическими поражениями древесины. 8. Если мне не изменяет память, то лучшая реставрационная школа у нас в Новгороде. Нам не нужно международный опыт. Это они едут к нам. Приезжайте летом в Новгород и вы увидите, что там ходят китайцы, американцы, англичане и все изучают реставрацию. 8. Лучшая реставрационная школа у нас. У нас есть опыт. И вот это – это бред. Зачем нам реставрация какая-то импортная, когда наша – лучшая? Только включите мозги. 8. Предложить Комитету по культуре Ленинградской области подтвердить факт установления предмета охраны ансамбля Монрепо с указанием соответствующего акта и обоснованием предмета охраны в случае отсутствия или неполноты предмета охраны. 9. Настаивать на его уточнении и дополнении с последующим утверждением Министерства культуры РФ. То есть Монрепо не входило в охранную зону. Парк, созданный сколько лет назад, до сих пор не входил в охранную зону. То есть в ЮНЕСКО он входит, а у нас, видите ли, не зафиксировано. 9. Просить Министерства культуры РФ срочно внести реализуемый проект реставрации ансамбля Монрепо на заседание научно-методического садьбета. Они не обсуждали это до того? Сколько лет это все длится? 10. Предложить администрации Ленинградской области срочно созвать совещание для рассмотрения комплекса вопросов реставрации парка с участием ИКОМОЗ. представителей заказчика, проектировщика администрации Ленинградской области, а также ведущих экспертов в области ландшафтного искусства. Если я правильно помню, то весной, да, весной 17-го года уже это все собиралось. Они все уже обсуждали, как можно было все это нарушить. Решение, вот это все 10 пунктов, направлены министру культуры РФ Мединскому. Ждем результатов. Но, судя по всему, лед тронулся. Если таков председать будет, мы сохраним наши исторические парки для наших потомков. До новых встреч! Будем следить за новостями! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова